Всем привет, дорогие друзья! Сегодня какой план? Куриная корочка, картошка и вкусный соус. Значит, изнутри, не с внешней стороны, с внешней стороны шкурка вкусная, красивая и пусть она там остается. Я не обрезаю вот этот вот жир, потому что он у меня будет являться, скажем так, основой для обжаривания. Ну, то есть он сам будет вытапливаться, я не буду добавлять туда дополнительных масел каких-то, пусть он сам на своем жиру и жарится, так вкуснее. И вот с внутренней стороны делаем проколы. Можно даже и тут сделать какие-то проколы. Для маринада 3 зубчика чеснока. Курица без чеснока никуда. Гастрик незаменимая вещь в доске. Не знаю, как я раньше жил без него. Так, вот эти вот штучки мы твердые носики обрезаем. Так, чеснок сюда, тазик с окорочками. Мне нужен соевый соус, как бы для небольшого количества соли, да, но и второе его важное обстоятельство, это покрасить, немножко дать колер, да, окорочкам. Окорочка получается темненькие такие, симпатичные. Ну и сразу скажу, чтобы не придирались потом к цвету окорочков жареных. Если вдруг темные они оказались, и вы там в камере смотрите, такие типа, блин, опять все сгорело, опять что-то сгорело. Нет, ничего не сгорело. Это все будет запекаться в духовке, все будет супер. В такие маринады с соевым соусом я люблю добавлять лимончик. Значит, просто-напросто берем дольку, оп, и выжимаем сюда. Про масло не забываем. Обязательно небольшое количество растительного масла, потому что, ну, во-первых, все должно быть в масляной пленке. Масляная пленка увеличивает температуру духовки в месте касания воздуха с окорочком, да. Когда есть масляная пленка, тогда всегда образуется какая-то такая корочка и так далее. То есть ее мы тоже в этот момент должны предусмотреть. Картошка. Картошка у меня будет дольками. Я взял не очень крупную, у меня там есть одна покрупнее, а большинство не очень крупная, и поэтому запекаться будет крупная дольше запекается, мелкая меньше запекается. Это, мне кажется, всем очевидная вещь, поэтому картофан просто надо разрезать на дольки. Такое полноценное блюдо для всей семьи. Духовочку я разогрел до 200 градусов. Нарезаем картофан вот такими вот красивыми дольками. Три зубчика чеснока для ароматизации. Вы знаете, что я без чеснока вообще жить не могу. Так что вот, пожалуйте, это мой чеснок. Добро пожаловать на мою кухню. Будем сегодня готовить с чесноком. Это мой главный лозунг, в общем. Ну, потому что вкусно. Без чеснока не так вкусно. Обязательно черный перчик. Помимо всего прочего, добавляйте свою любимую приправу. У кого-то для картошки, у кого-то для мяса. Я вам честно признаюсь, экспериментирую всю жизнь вот с подобного рода приправами для картошки. Это не для картошки. Это вообще барбекю приправа моя личная. Экспериментирую с различными, и могу сказать, что с любой приправой получается офигительно. Поэтому не бойтесь, кладите туда ту приправу, которая вам нравится больше всего. Масло неотъемлемая часть. Если не будет картошка в масле, не будет такой золотистой корочки. Оп. Перемешиваем. Извиняюсь, я соли не добавил. Вот. Добавляю чуть-чуть. У меня сейчас процесс жизненный. Сопряжен с небольшим количеством соли. Ну, понятно, что в приготовлении еды без соли обойтись довольно сложно. Сам как бы я минимально ем соли, вот в таких ситуациях только. Поэтому вы добавляете там соли столько, сколько вам нужно. Оставлять мариноваться картошку не имеет никакого смысла, поэтому ее нужно сразу же выкладывать на противень. Хрязь. Долька мне небольшие, я планирую ее запекать где-то минут 35-40, но каждый раз нет для картошки конкретного времени. Нужно ее тыкать зубочисткой, смотреть мягко или она внутри, и смотреть, какая корочка у вас образовалась. Я всегда не опираюсь на время. Я на 20 минут про нее забываю вообще, а через 20 брызгаю маслом и смотрю, что происходит. Если уже корочка появляется, значит, минут 10 прибавляю куда-нибудь вот сюда. Потом, если что, можно всегда поднять еще выше. У меня режим активный верхний гриль, плюс конвекция, плюс низ, да? То есть вентилятор крутит, воздух гоняет. У меня жаровня стоит, нагревается. Жаровня у меня, конечно же, традиция. Это мой любимый партнер, и этой посудой я пользуюсь уже два года. И вот это вот моя самая любимая серия Мрамор. Шестислойная антипригарная система. Это литой алюминий, не штамповка. Очень классно и комфортно распределяет тепло по всей площади, будь то сковорода или будь то жаровня. Эти сковородки я традиционно разыгрываю. В каждом ролике, где у меня есть традиция, я кому-то их дарю. Уже большое количество людей получили вот такие вот небольшие наборы из трех-четырех сковородочек. И все отписались, что счастливы и так далее. Коммент обязательно пишите. У нас в семье есть традиция. Та-та-та-та-та-та-та. Ну что-нибудь такое интересное. Окорочка аккуратненько встряхиваем. И отправляем сначала нижней частью, где у нас жирок, да, для того, чтобы жирок вытапливался. В жаровню как раз идеально помещается три небольших окорочка. Я их не разрезаю, не делю. Потому что вот сам окорочок является очень классной частью курицы. Его прикольно есть целиком откусывая. Он сочнее получается, вкуснее. Температура огня небольшая. Не надо никуда гнать лошадей. И не надо выжигать курицу. Видите, она от своего соуса быстро прихватывается. Поэтому будьте аккуратны. Если вдруг у кого-то курочка оказалась не такой жирной, как надо, можно пару капель масла. Вообще не возбраняется, но будет чуть-чуть масляться. Там столовую ложку добавьте одну. Притюр не надо делать. Не берите пример с поваров, которые работают в рестиках. Они все время, блин, льют вот такой слой, потом начинают обжаривать. Масло в урну уходит тонно. Все, только вот слегка чуть-чуть обжарили. Вот смотрите, видите, какие они симпатичные, когда их соевым соусом чуть-чуть маринуешь, они такие темненькие становятся, такие приятные очень, такие загорелые, окорочата. Теперь ставлю их в духовку. Можно с крышкой, можно без крышки. Я ставлю без крышки для того, чтобы они у меня не варились под крышкой. Под крышкой всегда вначале ставят такие куски мяса, чтобы не давать им подсыхать. У курицы кожица с жирком, она точно не подсохнет. Но нам нужно, чтобы жирок лишний вытопился, чтобы корочка уселась. Ну и стало такой, знаете, хрустящей. Конечно, ее сделать довольно тяжело в таких условиях вообще, в принципе, потому что жир не дает образовываться хрусту. Но мы стремимся туда, в сторону хрустящего. А, кстати, я хотел соус туда добавить, но я добавлю чуть-чуть позже, чтобы он не выгорал, выпарится вся влага, и он начнет как бы подгорать. Я чуть позже добавлю. Так, к соусу переходим, который у нас будет для курицы и, конечно же, для... Вернее, в первую очередь он будет для картошки, а во вторую очередь будет там можно и курочку тоже в это все макать. Значит, что для соуса? Здесь у меня сметана жирная 20%, но это не очень жирная, жирная это 30%, 35% даже бывает. 20% сметана, зелень, лук, укроп. Стебельки, конечно, я тоже люблю, но в соусе можно выбрать те, которые потоньше. А вот он... Вот листья так не пахнут, как стебель. Стебель, конечно, все-таки вкуснее. Но вот те, которые потоньше, я сюда складываю, а потолще я куда-нибудь потом приспособлю для супа или еще для чего-нибудь. И тоненько-тоненько режем, потому что у нас здесь стебельки, стебелечки должны быть нарезаны максимально тонко. Один миллиметр толщиной желательно. Такая у меня традиция. Резать стебельки тонко, иначе они будут хрустеть на зубах. Это тоже как бы неплохо. Но у кого-то может возникнуть вопрос, типа, а что я стебли ем? Да, стебли гораздо ароматнее и вкуснее. Значит, тут тоже на свой вкус. Зелени, на мой взгляд, много не бывает, поэтому высыпаем, не стесняемся. В сметану с зеленью добавляем еще вот два каких ингредиента. Первый ингредиент – это аджика. Кто хоть раз побывал в Абхазии, обязательно дома имеет вот такую аджику, она годами стоит, ничего с ней не делается. Я привез в свое время, или кто-то мне привез зеленая аджика бывает, да, зеленого цвета, бывает красного цвета. Зеленая она с добавлением зелени, то есть небольшое количество добавляем сюда на кончике чайной ложки. Можно и красную, у кого какая есть, проблем нет. И добавляем еще вот какой вкусовой элемент – анчоусы. Да, я понимаю, что они не у всех есть, но я же обещал, перья и жопа совы, пожалуйста. Ну, что делаем с анчоусами? Парочку. Их тоже можно, кстати, они в масле, прекрасно по почте едут. Закажите где-нибудь в крупном городе, если вы живете в небольшом городке, рядом в какой-нибудь столице, да, в своей там. В зависимости от объема, ну, у меня филюха такая большая, этого анчоуса. Я думаю, что одной мне достаточно будет. Если много сметаны и много зелени, то добавляйте парочку. Ну, в общем, это вкусовая составляющая, поэтому здесь не надо тоже переборщивать. И нужно учесть, что анчоус очень соленый. Значит, можно купить. В принципе, у нас российские производители производят анчоусы какие-то очень странные, похожие просто на кильку, как будто отбояны в масле. Вот это подсушенный такой, он долго-долго в соли просаливается, лежит, а потом его маслом заливают. И в масле он лежит еще пять лет, ничего с ним не происходит. В общем, любой рыбный вкус. Можно добавить пару капель рыбного соуса, если у кого-то есть. Ну, то есть, вот это как раз вкус умами, он должен быть в соусе, в нашем. Так вот порезать его нужно бы. Я сюда еще чеснок иногда добавляю, но в аджике достаточно чеснока, поэтому дополнительно я в этот раз добавлять чеснок не буду. Растираем анчоус в пасту, для того, чтобы он лучше разошелся внутри соуса. За количество не переживайте, потому что, если вдруг вы поймете, что у вас анчоус дал, он бывает иногда соленый, так прилично, если он дал много соли, можно ложку сметаны добавить и перемешать. Все, тут паники никакой не надо разводить. Тщательно разминаем анчоус вместе со сметаной и зеленью, а в джипу точно так же. Можно пробить блендером, но от блендера он станет слишком жидкий, соус раз. Зелень вся порубится, потеряет свой вкус и аромат, потому что кусочками она дольше держит капсулированный аромат. Вот, все, размяли хорошенечко и все. С вашего позволения чуть цедры лимонную туда тирану. Лимонный сок лучше не выдавливать, непонятно, что за сметана, может хлопьями пойти. А вот цедра очень хороша будет. Все, еще раз перемешиваем. Важный момент. Мужчины, я вас умоляю, женщины на вас жалуются, что вы любите готовить, а потом за вами весь дом мой. Я вам так честно скажу от души, вот по-братски. Главная фишка повара, он готовить должен. В аккуратной, чистой атмосфере, чтобы ему ничто не мешало. Поэтому, если что-то где-то, вот у вас есть пауза, помойте за собой посуду. Ну, не облезете вы, вот, да, от мытья посуды. Мы, повара, всю жизнь моем посуду. Моем посуду каждый божий день, а то и по пять раз, если это все в ресторане. Нет, да, есть посудомойщицы, но дома, когда я снимаю или где-то приезжаю, я сам все мою. В гостях я сам все мою, потому что это моя ответственность, это моя кухня, это мое рабочее место. Будьте внимательны. Я думаю, не надо никому объяснять, что такое печеная картошечка. А если ее вот так вот в соус прям макаешь, она еще и похрустывает. Фантастика. Сочный окорочок. То, что нужно. Знаете, как я определяю готовность окорочка, если его не тыкать термометрами и там внутри не разрезать. Как только оголяется вот это место у коленки, появляется косточка, все. Окорочок готов. А если его еще макнуть в соус, получается спрос бомба. В общем, рецепт несложный. Приготовьте его. Получите удовольствие от процесса. Получите удовольствие от еды. Это не просто пожрать. Это рост во всех отношениях. Это любовь. Это благодарность. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Обязательно запишите рецептик себе или сохраните его. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Я очень благодарен вам за все комменты, которые вы пишете. До новых встреч. До следующего ролика. Пока.